Настала пора рассказать о самых свежих новостях города. В студии Елена Терехова. Добрый вечер. Теперь о главном. Украинцы бегут в Тагил. Сегодня порядка 200 иностранцев приземлились на Урале. Половина из них отправилась к нам в город, где намерены чиновники размещать гостей. На грани голодовки сотрудники предприятия «Кислородмонтаж» готовы объявить забастовку. В 8 месяцев они практически не получают деньги за свой труд. В чем причина? Администрация прекратила работу. Сегодня на третьем этаже сотрудники обнаружили подозрительный пакет. Пришлось вызывать саперов, кто подкинул неизвестный предмет. Бесценный труд. Сотрудники за «Кислородмонтаж» уже 8 месяцев практически не получают деньги за свою работу. Начальство выдает лишь малую часть зарплаты. Почему? Анна Хабарова пыталась выяснить. На работе сегодня их ничто не держит. Впрочем, как уже и 8 месяцев. Именно столько утверждают работники ЗАО «Кислородмонтаж». Не видят своей полноценной зарплаты. Деньги выдают лишь частично. Якобы они нам закрывали одну сумму, а по факту выходила другая сумма. То есть задним числом я так понимаю. Потому что когда я взял справку, мне нужно было, в пенсионный фонд устраивался, 2 НДФЛ, там уже стоит другая сумма. Они мне сказали, что это якобы для скрытия налогов. Тагильская бригада работает в разных местах. Сегодня на территории НТМК в качестве подрядной организации монтируют трубопровод и металлоконструкцию. Подходить ответственно к своей работе продолжают до сих пор. Порядка сотни человек еще верят – зарплата будет. Денег нет, вы получите в конце концов тариф и зарплаты не ждите. Не нравится – увольняйтесь. Короче, всех людей, тут более ста человек осталось. И плюс еще, которые уволились, им большинству не выплатили зарплату. И вот в таком положении мы сейчас находимся. Денежные метаморфозы, рассказывают рабочие, начались еще в августе. Стали бастовать, деньги получили. А с октября, утверждают, опять начал копиться долг по зарплате. Писали заявление начальству, в мае обещали все выплатить. Но руководство сменилось. Работники в очередной раз пытаются дозвониться до прежнего директора. Но безуспешно. Нет, сейчас навряд ли он отвечать не будет. Комментарий остается за кадром. Нам удалось связаться с новым руководителем, заместителем технического директора компании Юрием Неупокоевым. Должность он занимает менее недели, но с проблемами уже знаком. И заверяет – выход найден. Мы сейчас в Тюмени заключаем новый контракт. На основании этого нового контракта будут, то есть я всем уже это объяснял, будет зарабатываться прибыль. Из этой прибыли будет удерживаться финансирование для оплаты старых долгов, которых не я их накопил, но я их буду оплачивать. Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. На недельное закаливание перешли жители Красного Камня. У них уже несколько дней нет горячей воды. На НПС-3 начались ремонтные работы. Ждет своего часа и котельная на ВМЗ. С понедельника там начнется небольшая реконструкция. Потому жителям этого района тоже придется мыться под холодным душем. Почти неделю. Горячую воду им и тагильчанам с Красного Камня дадут 4 июля. Бомба в мэрии. Чиновники города сегодня экстренно покинули свои рабочие места. Саперы в здании искали мину. Помощь пожарных, врачей и спасателей не понадобилась. Это были всего лишь учения. Но почему сотрудники мэрии к таким происшествиям оказались не готовы, рассказали Дарья Хнычкина. Подозрительный пакет около кабинета Сергея Носова сотрудница мэрии находит случайно. Как того требует правило, первым делом женщина сообщает о находке секретарю. Внимание! Обнаружи подозрительный пакет. Объявлено взрослой эвакуации. Свои рабочие кабинеты все сотрудники администрации покинули быстро. Спокойствие сохраняли, никто не разбегался. Так, на театральной площади собралось более 200 чиновников. О правилах поведения в таких ситуациях они, говорят, знают. Эвакуироваться, закрыть окна, взять вещи, сохранить имущество таким-то образом. Первым делом сотрудники ГИБДД перекрыли дороги. Спасательные службы также не заставили себя ждать. МЧС на готове. В любой момент могут предотвратить возгорание. Рядом скорая помощь для спасения пострадавших. Но самая опасная миссия у ОМОНа. Ищи. Буквально за пять минут саперы нашли и осмотрели подозрительный пакет. К счастью, взрывного устройства не обнаружили. Сотрудники администрации отмечают. Такая репетиция действий в экстренных ситуациях довольно своевременна. Сегодня, говорят, работа в сфере политики становится крайне непредсказуемой. Правда, еще пара подобных тренировок им не помешает. К сожалению, мы не готовы к таким событиям. Но именно для того, чтобы быть готовым, да, и в случае необходимости принимать правильные действия, да, мы проводим подобные репетиции. В мэрии уже прошли противопожарные учения. Миновала угроза заражения химическими веществами. Сегодня столкнулись с террористическим актом. Правила поведения при подобном ЧП напоминают и жителям. Если вы обнаружили подозрительный предмет, это ни в коем случае не раскрывать его, не смотреть, что там находится содержимое, а сразу же непосредственно звонить в единую диспетчерскую службу или по телефону экстренной службы реагирования УВД, пожарная охрана, скорая помощь. И после этого принять меры к оцеплению и ждать приезда силовых структур. Дарья Ахнычкина, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. На этом у пожарных испытаний не закончились. Сегодня начальники огнеборца отправились сдавать экзамены. Писали теорию, показывали знания на практике. Так подтверждали свою квалификацию. На что способны тагильские пожарные, Екатерина Лепнягова увидела. Забраться на 12-метровую высоту для него не проблема. Нет, он не человек-паук. Сверхпособностями Вадим не обладает. Карабкаться по вертикальным стенам помогают ежедневные тренировки. Тренировался много каждый день. Выходил даже после суток, тренировался и научился. Каждые сутки у нас нормативы мы сдаем. По ПСП, боевое развертывание проводим. С насосами работаем. РТП обязан. Занимаемся, занятия у нас каждые сутки проводятся. Вадим Стахаев – руководитель тушения пожара. Сегодня он подтверждает свое звание. Отрабатывает основные нормативы. Один из них – имитация пожара на третьем этаже. По итогам у него лучший результат. К слову, руководитель второго отряда своим подопечным доволен. Чтобы достичь таких результатов, это надо непосредственно проводить такие тренировки, которые у нас проводятся. И служба СПТ приезжает к нам на сутки, заставляет проводить такие мероприятия. Ну и непосредственно есть у нас по расписанию дня физподготовка. В этот раз с условным возгоранием боролись несколько десятков человек. Допуск на работу в качестве руководителя тушения пожара доказывали огнеборцы из Тагила, Качканара, Верхней Салды, Невьянска. Кроме физической подготовки, показали свои знания в теории и навыке в практической части. Проводится проверка исправности пожарного автомобиля. Одним из этапов проверки исправности пожарного автомобиля является проверка насоса на его работоспособность, на его исправность. Подобные учения спасатели проводят раз в три года. Сегодня экзамен все сдали достойно. Серьезных замечаний не выявили. Екатерина Лепнякова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Нижний Тагил готовится принять беженцев с юго-востока Украины. В ближайшее время в аэропорту Кольцово совершит посадку борт МЧС с гостями из Донецкой и Луганской области. Часть из них будет размещена в нашем городе. Подробнее Алексей Алексеев. Гостиница Института испытания металлов станет местом размещения ста украинцев, покинувших родину в поисках спасения от бомб, снарядов и пуль. Еще накануне глава города выражал надежду на то, что украинский конфликт будет решен мирно и необходимости принимать беженцев не возникнет. Тем не менее, вопрос был решен оперативно. Еще непонятно, кто, то есть состав, сколько детей, сколько семей, если так говорить, это же все-таки семьи, дети с родителями, во всяком случае с мамами, в основном с мамами, есть и пожилые люди. Поэтому мы в любом случае готовы это сделать. Старатель был выбран местом размещения беженцев, в том числе и потому, что рядом с гостиницей расположена столовая, есть поликлиника, дворец культуры, спортивные сооружения. Это дает возможность не просто обеспечить людей всем необходимым, а создать им как можно более комфортные условия. Я считаю, что мы будем готовы, или проработали многие вопросы, будем готовы принять беженцев, граждан, жителей Донецкой и Луганской областей, себя и решать почти все вопросы так, чтобы они были не беженцами, а у нас гостями. Беженцы могут рассчитывать на помощь не только предприятий, общественных организаций, но и рядовых тагильчан. Многие из них уже обращаются с предложениями в городскую администрацию. Здесь готовы их принять. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин, Новости Тагил ТВ. Тагильчане готовы помогать гостям из Украины. Пакетами несут теплые вещи, еду и средства личной гигиены в медучилище. Там начался сбор гуманитарной помощи. Ее организовали представители общественной организации «Красный крест». Дарья Хнычкина узнала, чем еще можно помочь братьям-славянам. Это не переезд. Разгружают ценные коробки для добрых дел. В медучилище коллектив УВЗ привез гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Приезжают не в первый раз. Раньше собранные вещи и продукты вмещали в две легковые машины. Сегодня наняли «Газель». Естественно, у нас народ очень активный, очень отзывчивый. И нам в профсоюзную организацию мы объявление сделали на заседании председателей цеховых комитетов, что собираем гуманитарную помощь. И люди просто понесли, понесли медикаменты, продукты, все, что было оговорено в списке. Посылка от УВЗ «У Красного креста» не единственная. Периодически они получают от тагильчан новые подарки для беженцев. В связи с тем, что и наш город готовится принять гостей с юго-востока Украины, сейчас волонтеры думают, как распределить поступившую помощь. Мы будем часть отправлять в Екатеринбург, а может быть, первую партию нам придется здесь разместить, помочь здесь. Мы просто знаем, что к нам прибывают гости. «Красный крест» – не единственные помощники. Вместе с ними и сестры милосердия. Каждый день они приходят в пункт приема и ждут отзывчивых людей. У нас у каждого дома свои проблемы, все это. И помимо этого у нас и волонтеры, тоже у них есть разные свои проблемы, но они забывают навременно обо всем и приходят сюда, чтобы помочь. Сегодня День дружбы и единения славян. Праздник был учрежден в 90-х годах 20 века для того, чтобы славянские народы помнили о своих исторических корнях и поддерживали друг друга. Об этом говорят и представители церкви. Сегодня мы отправляем милостыню по-христиански или помощь, да, помощь славянам. Славянам – это значит христианам. Это милостыня, эта помощь, она не требует какого-то церковного освящения, потому что освящена уже верой, любовью и желанием помочь тех, кто ее отправляет. Гуманитарная помощь может быть разной. Главное, чтобы вещи были новыми. Крупы, лекарства. Всего здесь около ста коробок гуманитарной помощи беженцам с Украины. Но даже этого мало. Каждый день здесь ожидают любой помощи от граждан Нижнего Тагила с двух до шести вечера. Также принести одежду, предметы гигиены, постельные принадлежности можно по адресу Ленина, 15 в Управлении социальных программ и семейной политики. В рабочие дни с 8.30 до 17.30. Дарья Ахничкина, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Чехи покинули свою страну в разгар отпусков и приехали к новому городу, чтобы отдых в Карловых Варах для тагильчан стал доступнее. Сегодня аналитик по туризму Чешской республики вместе со своим коллегой встретился с первыми лицами города. Аналитик в сфере туризма Ярамир Беранек на Урале несколько дней. К нам в город приехал из Перми. Завтра отправится в Екатеринбург. С Тагилом Чехию связывают давние дружеские отношения, длиной почти полсотни лет. Гости отмечают, с каждым годом в их страну прибывает все больше тагильчан. Огромной популярностью пользуются марианские лазне. Иностранцы мечтают, что спросом среди жителей нашего города будут пользоваться и Карловы Вары. Возможно, для этого с Тагилом они в скором времени подпишут несколько соглашений. Врачи отправились работать на вокзал. Пациентов зазывали в микроавтобус. Там предлагали пассажирам узнать свой ВИЧ-статус в рамках постоянной областной акции. Здесь просто экспресс-тест. За 10 минут результат готовится. А в больнице две недели. Но если человек выявляется положительно, то в дальнейшем им предлагается пройти полное обследование уже филиальное. Несмотря на дождливую погоду, у газели люди подходили. Процедура несложная, не требуется даже документов. Результаты врачи говорят тут же. Точность теста, рассказывают доктора, 99%. Эта акция продлится еще несколько дней. В День молодежи свой ВИЧ-статус можно будет узнать у Нижнетагильского цирка с 4 до 7 вечера. Это все, что успели рассказать вам сегодня. Сообщайте о самом интересном и вы. Звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайт tagildefistv.ru. На этой неделе спонсор рубрики «Адреналин» отправляет телезрителей «Тагил ТВ» на сплав по реке Чусовая. Увидимся завтра в 20.30. Хорошего вечера. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Ветераны совершили заплыв. Накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горобелая» прошел открытый чемпионат города по плаванию. На соревнования приехали заядлые спортсмены из Челябинска, Озерска, Снежинска, Перми, Краснотуринска, Верхней Салды, Ревды, Полевского, Каменскуральского, Новоуральска, Азбеста, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Выявляли лучшего в разных возрастных категориях от 25 до 74 лет. Тагильская сборная «Уралец-мастер» стала победителем в мужской и женской эстафете вольным стилем 4 по 50 метров. Славу городу принесли Светлана Маковкина, Наталья Балетинских, Татьяна Козлова, Сергей Егошин, Михаил Кузнецов и Максим Моисеенко. Всего в соревновании приняли участие 88 пловцов. День молодежи по-спортивному. В субботу на площади Дворца культуры Окунева пройдет третий чемпионат города по стритболу на призы научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Прием заявок подходит к концу. Стать участниками спортивного праздника можете и вы. До 18 часов завтрашнего дня все желающие могут обратиться по адресу улицы Пархоменко, 37. На этом у меня все о главных спортивных событиях города. Смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, ТАГИЛ-ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова